МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале ОТС время новостей. В студии Светлана Тимонова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вода все ближе. Тупит сразу несколько районов. Людей эвакуируют. Есть ли пострадавшие? Строители не могут добраться до места работы. Кто срывает сроки капитального ремонта? Свободу рыбе, идущей на нерест. Сезон рыбалки завершен, но браконьеры не сматывают удочки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вода не уходит, воды много. Сейчас проблемы у жителей Куйбышева. Улицы затопило настолько, что они напоминают полосу препятствий. С жителями встречалась Оксана Тимошенко. Мы ничего не можем дозвониться, добиться. А дорога здесь вся такая? Сюда? Да. Проехать по такой дороге не каждый сможет, а уж тем более пройти, рассказывают жители улицы Курьянова. Ни хлеба, ни молока, грязь, ходить не можем, ни воды. Нанимать некого. Даже, будь нанял кого-нибудь. Чтобы привезли? Чтобы привезли. Или как проехать? Как проехать. Соседи выручают друг другу. У кого есть автомобили, повыше и помощнее, иначе не выбраться, а привозят продукты. Живут на улице в основном пенсионеры, которым в любой момент может понадобиться помощь медиков. Проехать скоро или пожарные машины на Курьяново, уверены, люди просто не смогут. Просто уже нет сил никаких. Еще вот буквально три дня назад вот это вот не было, вот это промоено. Вода не доходила сильно до дороги. А сейчас посмотрите, вон та дорога, она вся в воде, потому что уже вода подошла. Болото сейчас еще не таяло. Сейчас растает болото, будет еще больше воды. Откачивать воду рабочие городской дорожной службы начали, но, по словам жителей, делают это все медленно. Работают всего по несколько часов в день, поэтому результата не видно. Чиновники уверяют, одной откачкой здесь не решить проблему. Единственное решение данного вопроса, это все-таки реализация проекта понижения вод в Гуляевском жилмассиве. Есть проект, 54 миллиона. Стоимость работы стояла в программе 2015 года. В связи с таким финансированием и секвестированием бюджета данная программа свернута в этом году. Когда программа начнет работать, пока неизвестно. Похожая ситуация сейчас еще на десятке улиц этого микрорайона. Вода не только на дорогах, но и в подвалах домовладений. В конце апреля запустят еще один насос. Однако жители не верят, что и эта мера облегчит их жизнь. И намерены обратиться к областным депутатам с просьбой включить проект водопонижения Гуляевского жилмассива в бюджет следующего года. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Пожары будут, увы, никуда не деться от стихии. Но новосибирские спасатели уверяют, что они во все оружии. Сегодня прошли учения спецслужб. Подробнее Евгений Нагаев. В лесу убирают старые обломанные ветки. В измельченном виде они не представляют угрозу для распространения пожара. Так спецслужбы демонстрируют технику, которая помогает бороться с огнем. Малая механизация. Это мотопомпы разного класса, разной производительности. Это ранцевые лесные опрыскиватели. Это шанцевый инструмент. Багры, топоры, лопаты, бензопилы. Это емкости пожарные. Это техника, на которой передвигается персонал и привозится оборудование. А это лесной культиватор. С его помощью лесную территорию разбивают на секторы. Они не дают огню метаться по лесу. Приятно удивлен. Первое, наличием, экипированностью подразделения городзеленхоза, которые планируются применение. Второе, опрос персонала показал, что они действительно подготовлены, прошли обучение. И профессиональное обучение многие из них прошли именно по специализации тушения лесных пожаров. Поэтому, в целом, я считаю, что оценка готова для выполнения тех задач, которые будут стоять перед ними. Пожароопасный период официально пока не начался. Но горзеленхоз уже в полной готовности. Для отслеживания возгораний на самых высоких зданиях установлены шесть видеокамер, которые покрывают 95% всей площади города. В случае обнаружения дыма оператор сразу же получит тревожный сигнал. Евгений Нагаев, Александр Ведерников, Новости ОТС. Работников Новосибирского центра вирусологии «Вектор» ждут награды. С этой миссии в наш регион приехала Анна Попова, главный государственный санитарный врач России. Рабочий день гостя начался со встречи с губернатором Владимиром Городецким. По мнению Анны Поповой, центр вирусологии «Вектор» входит в тройку крупнейших в стране. В свою очередь, новосибирский губернатор рассказал о работе по созданию в регионе биотехнологического кластера. На встречу делили внимание и вопросу транспортной доступности учреждения. Доставка проб в научный центр должна быть оперативной. Сейчас строят дорогу и тоннель под железнодорожными путями в направлении Наукограда-Кольцово. Впрочем, цель визита главного санитарного врача не только поощрить новосибирских вирусологов, но и изучить санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе. Квартиры эконом-класса начнут строить Новосибирские области участвуют в федеральной программе «Жилье для российской семьи». Уже определены компании-застройщики. Новосибирская область взяла на себя обязательство ввести в эксплуатацию 145 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса до 1 июля 2017 года. Для реализации этой программы в Новосибирской области была подготовлена и принята нормативно-правовая база, которая регламентирует порядок отбора земельных участков и формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья эконом-класса. Площадки для строительства жилья эконом-класса – это Новомарусино, Верхтуле микрорайон Светлый и микрорайон Радужный. Новосибирцы участники программы смогут купить нам квартиру по 35 тысяч рублей за метр квадратный. Это гораздо ниже, чем в среднем по рынку. Также в проекте участвуют крупные банки. Они предоставляют льготную ипотеку. Чуть больше 10% годовых претендовать на жилье эконом-класса в рамках программы могут бюджетники, военные и молодые многодетные семьи. Всего в перечне 17 категорий граждан. Для того, чтобы попасть в эту программу, гражданин должен подать заявление в орган местного самоуправления. Вы почему-то не задаете этот вопрос, наверное, для жителей это будет интересно. Документ регистрируется в установленном порядке для регистрации документов. В течение 10 дней орган местного самоуправления рассматривает данное заявление и принимает решение. Вступил в силу запрет на лов рыбы. Однако для браконьеров это преградой не стало. Не боясь штрафов, ставят сети. Вместе с инспекторами рыбнадзора выявлять нарушителей отправилась и наша съемочная группа. Очередной совместный рейд сотрудников рыбнадзора и полиции. Едва отъехали от базы, и сразу нарушитель. Мужчина просто выехал на реку на моторке. В период нереста это запрещено. Во время запрета, даже прогулочные катера запрещены сейчас, во время нереста. Согласно правилам рыболовства. На данный момент у нас идет нерест. Согласны, Женя? Согласен. Какое наказание? Ну, я наказание напишу протокол. Есть начальник отдела, он вынесет 2-3 тысячи. Так как у вас орудий лова нету, как вы говорите, что вы испробуете мотор, делаете. Инспекторы идут дальше. Вот и первые сети, правда без хозяина. Улов неплохой, лещи. Все рыбы специалисты рыбнадзора аккуратно освобождают, выпускают в воду. Вода в обе сейчас поднялась, но браконьеров это не останавливает. Находят места повыше и ставят сети или другие незаконные орудия лова. Каждую неделю инспекторы изымают несколько десятков снастей. Поймать нарушителей за руку сложно. Рыбаки зачастую не сидят на месте, а лишь приходят за уловом. Или как этот гражданин. Он издали увидел лодку рыбнадзора и поспешил скрыться, бросив снасти. Вот где подъезды, там и жулики. Лишился и снасти и улова. На этот раз щуки. Они тоже отправляются назад, в реку. Всего с начала весеннего запрета в Сузунском районе оштрафованы 12 человек. Большинство нарушителей из прибрежных сел. Многие живут за счет рыбной ловли. Штрафы не пугает. Хотя за каждую незаконно пойманную рыбу платят в разы больше, чем она стоит в магазине. Щука 250 рублей. Сазан 250 рублей. Судак 250 рублей. Платва 20. Лещ 25. Сибирский осетр 10 тысяч. И стерлить 420 рублей. За выезд от двух до пяти выносит начальник. Однако игра стоит свеч. Ведь штрафы браконьера компенсируют новыми уловами. Поэтому наказание должно быть жестче, уверены сотрудники рыбнадзора. Нарушителей будет меньше, когда это станет невыгодно. Что касается законопослушных рыбаков, уже скоро они смогут отвезти душу. В конце мая запрет в регионе снимут. Сегодня коммунальщики из городов Сибири и Дальнего Востока проехали по объектам капитального ремонта в Новосибирске. Гостям наглядно показали, какие трудности возникают у заказчиков и подрядчиков. И почему по сравнению с Барнаулом в мегаполисе все хорошо, а по сравнению с Казанью не очень. Подробнее наш корреспондент. Дома на Серебренниковской улице без малого 60 лет. Его должны были отремонтировать по программе еще прошлой осенью. Но возникли проблемы с финансированием и документацией. Подрядчики начали работы в марте этого года. Кровлю заменили. По графику должны были проложить новые коммуникации. Но дело застопорилось. Во время работ подрядчики столкнулись с непредвиденными трудностями. Подвал есть только в одном подъезде из пяти. Все коммуникации проходят под полом в квартирах жильцов. Чтобы их поменять, нужно зайти в каждую квартиру. Но некоторые жильцы в свои квартиры рабочих не пускают. Если не пускают, то есть они подписывают бумаги, что в случае возникновения аварийной ситуации всю ответственность они берут на себя. Коммунальщиков из сибирских и дальневосточных городов интересует каждая мелочь. Как работает программа капремонта, где складируют материалы, сколько стоят работы и добросовестно ли их выполняют. Вы сейчас старое выбираете, что ли? Старое демонтируем. Нет, проводку мы старое демонтируем. Почему не демонтировали, когда она у вас у нас осталась? Мы сейчас ведем это. Мы с другой, можем подъезд. Гости дают положительную оценку новосибирским коллегам. В сравнении с Алтайским краем наш регион ушел вперед. Видим организацию работы и то, что работы производятся комплексно. То есть ни одним видом работы ограничена ремонтная компания. Но если сравнивать с Казани, где программа капремонта работает уже 10 лет, наш мегаполис явно уступает. Задержки сроков, проблемы с финансированием, сырые проекты – дело обычное. Не хватает еще опыта работы в этой программе. То есть сейчас мы всего это как раз проходим, обкатываем, набиваем, может быть, шишки где-то. Смотрим где-то, что не получилось, где что-то надо исправить, где нужно еще какие-то, может быть, нормативные документы принять, другие какие-то что-то изменить. Времени на работу над ошибками у городских чиновников практически нет. До декабря нужно отремонтировать 899 домов. Смогут ли уложиться в срок, покажет время. Александр Могилин, Евгений Агеев, Новости ОТС. Автоколонна с флагами и 100 белых шаров в воздухе. Диковой юбилей Дня памяти жертв армянского геноцида отметили в Крысуке. В день поминовения жертв армянского геноцида жители Крысука проехали большой автоколонной по городу. Затем на мемориале воинской славы прошел митинг. Память погибших почтили минутой молчания и возложили венки. На митинг собрались армяне всех возрастов. Аваку Асетовичу 78. В Крысуке живет уже 30 лет. И каждый год вместе со своей семьей отмечает этот траурный день. Мы собрались сюда вспоминать наших предков, чтобы немного легче было. Для меня это важно, так как это боль моего народа. И я считаю нужным отдавать дань памяти жертвам геноцида армян. 24 апреля 1915 года в Стамбуле были арестованы и убиты более 800 представителей армянской интеллигенции. Вслед за этим последовала череда убийств и выселения этнических армян. Всего с 1915 по 1917 власти Османской империи убили полтора миллиона армян. Это очень печально, так сказать. Это просто наша честь осуществить такое мероприятие. Мы не могли по-другому. Но мы тоже не должны забивать свою историю, не должны забивать свои корни. На траурные мероприятия в Крысуке собрались около 100 человек. В память о невинопогибших в воздух было выпущено 100 белых шаров. Зара Щепка, Сергей Нестеренко, Новости ОТС. Новосибирские пловцы О спорте. Новосибирские пловцы произвели фурор на чемпионате России. На соревнованиях в Москве от нашего города участвовали 7 спортсменов. Они завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Больше всего медали привезла Наталья Ловцова. У нее 2 золота в 100 метровке в вольном стиле и потерпляем. И серебро на дистанции 50 метров в вольном стиле. Еще одну серебряную медаль в копилку нашего региона принесла Валентина Артемьева на дистанции 50 метров в брасон. В этой же дисциплине бронзу завоевал Антон Лобанов. Молодые спортсменки Арина Суркова и Кира Володина, выйдя на старт эстафеты в вольным стилем, показали отличное время и завоевали бронзовые медали. По итогам соревнований в состав национальной сборной вошла наша землячка Наталья Ловцова. Она выступит на чемпионате мира в Казани. В Новосибирске Тхаквандии завоевал серебро чемпионата Европы. Со спортсменом встретилась наша съемочная группа. Как все тренировки Асхата ничем не отличаются, поблажек нет. Кисти парень лишился в детстве после удара током, но руки не опустил. Наравне со всеми ходил в секции самбо, рукопашного боя, карате, а потом узнал про Тхэквондо. Тут-то и пришли серьезные успехи, первые соревнования и сразу медали первенства страны. Мы посмотрели на него, он был более-менее подготовленный. Да, рискнули, решили выставить и риск оправдал надежды. Теперь в копилке есть награды международных турниров. На последнем чемпионате Европы Асхат остановился в шаге от золота, уступив в финале. Конкуренция очень сильная. Если один проиграл в одном кругу, то у всех есть шансы стать чемпионом. Там не просто проходные бои, а там более-менее. Недавно пара Тхэквондо включили в программу пара Олимпийских игр. Первые соревнования пройдут в 2020 году в Токио. Асхату на тот момент будет уже 32, но спортсмен и его тренер с уверенностью смотрят в будущее. Для пара Тхэквондистов этот возраст – это не предел. Это, наоборот, так скажем, пик его возможностей. Поэтому все впереди. Я надеюсь, что мы туда отберемся и попадем. Асхат – единственный пара Тхэквондист в регионе. Чтобы быть в форме, выступает на турнирах наравне со здоровыми спортсменами. И кто после этого скажет, что его возможности ограничены? Можно более опыта получить. Сам выступаю в международных турнирах. Недавно в Барноле выступал. Среди? Здоровый, да. Среди действующих, можно так сказать. Там пока выиграл спортсмен из Казахстана, а в полуфинале проиграл спортсмен тоже с Новосибирской. Ну, а так нормально получается. Наоборот, сильнее мотивирует, есть с чем и стремиться. Времени на отдых немного. Нужно сдавать сессию в университете и готовиться к чемпионату мира. Золотая медаль нужна для коллекции. Кристина Лата, Артем Валевич, Новости ОТС. И на этом у меня все. Полная картина дня в 21.30. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»